узнайте смешную правду о мужчинах юмористический гороскоп в наше время очень популярность набрали гороскопы они есть финансовые любовные серьезная а также юмористические именно сегодня мы хотим поднять вам настроение предоставив вашему вниманию юмористический гороскоп а будет он конечно о наших дорогих и любимых мужчинах давайте поближе познакомимся с представителями 12 знаков зодиака и узнаем о них всю правду овен баран он баран и есть всегда прав проще убить сразу чем начинать с ним спорить потому что переспорить овна возможно только в одном случае если он безрукий слепоглухонемой и безногие инвалид это есть огромный шанс что даже в этом случае он все равно покажет вам язык зато овны честные иногда такие честные что аж зубы сводит предельно честно ответит если вам не идет слишком или платье полнит с этим ничего не поделаешь придется смириться или убить как уже говорилось выше в домашних делах овен как правило бесполезен он умеет только генерировать гениальные идеи а прахом бытия старается подошв не осквернять впрочем если дать овну понять что стрелец моет пол и лучше его костьми ляжет но будет каждую субботу канифолить ваш паркет потому что нет на свете вещи которую овен бы стрельцу уступил совном никогда не бывает скучно этот знак обладает каким-то кармическим талантом искать приключения на свою прекрасную голову легко и быстро умеет зарабатывать деньги но бабло как гордый принципиальный тип ненавидит поэтому старается моментально от него избавиться при этом всегда имеет какие-то заначки которые вообще-то гораздо приличнее иметь деви из-за непроглядного разгильдяйства про заначки забывает что очень на руку сердечному другу овна особенно если друг этот близнецы телец узнайте смешную правду наших мужчинах телец это один из венцов природы и больше про этот знак мне сказать нечего еще премия овна но не обладает его зачаровывающим небрежным разгильдяйством плюшкин способен веками любовно хранить в доме всякое ненужное барахло очень удивляется когда все эти поломанные транзисторные приемники ширикоподшипники ветош макулатуру и прочую лабуду пытаются определить на помойку постоянен в своих привязанностях в том числе и к противоположному полу из-за чего бывает несчастье в любви увы подозрителен до нервного срыва ревнивый как отела вообще не новатор поэтому на первый взгляд может показаться унылым чудаком тайный извращенец недоверчив к новым людям но для старых друзей порвет на груди последнюю бязевую рубаху но зачем друзьям рваная рубашка задуматься в принципе не способен альтруист хотя постоянно получает за это по морде близнецы близнецы это очень круто если он один и совсем абзац если и хотя бы два могут трындеть без остановки хоть трое суток и ни разу не повторится что в общем то прикольно но иногда утомляет близнецам обычно все завидуют потому что он и жнец и чтец и где и грец проще говоря в каждой бочке затычка но никто не догадывается как на самом деле трудно близнецам выжить и выбрать в этом огромном мире возможностей им всегда кажется что жизнь проходит стороной даже если он по уши в дерьме в событиях любит жрать и получать новую информацию лучше всего одновременно за это слывет странным субъектом хотя на самом деле он просто экономит время феноменально ленив 90 процентов своей бурной деятельности разворачивает только для того чтоб от него наконец отстали и оставили в покое производит впечатление вообще васи хотя на самом деле не дурак может почитать в перерывах между разгильдяйством канты кирки гора чтение зачастую все равно сопровождает идиотским смехом и междометиями типа и что очень мило смотрится потому что юмору кирки гора действительно может найти только близнец сентиментален верит в романтику хотя постоянно от нее открещивается и демонстративно скалит зубы над теми кто о ней говорит в любви обычно несчастен так и хочется сказать потому что верит в романтику потому что терпеть постоянно устраиваемые близнецом феерии идиотического веселья и веселого идиотизма в силах только овен рак узнайте смешную правду наших мужчинах боюсь показаться предвзятым много же рака нету знака по крайней мере для меня рак мнительное чудовище постоянно надоедает всем вопросами склонен постоянно воображать конец света пугаться собственного воображения впадать в истерику и прибегать к деве за утешением брезглив как падла на необитаемом острове обязательно сдохнет от голода потому что физически не способен сожрать продукт не завернутый в полиэтилен а валяющийся скажем под пальмой живет как-то без огонька впрочем если захочет может дать жару но потом сожрет себя за то что так старался в общем-то зря женщины раки это как раз те кто смотрит порнуху с надеждой что в конце все непременно поженится любят долго и мрачно рассуждать на тему собственных болячек и прочих жизненных неудач чем отпугивают от себя всех кроме тельцов они еще более нудны в вопросах касающихся собственного организма верно и потому что боятся хламидии трихомоноза склонны к пьянству и философии и то и другое обычно до добра раков не доводит лев людей делят на два сорта света которая допускается к телу и халуи об которых точат когти и зубы эгоист конечно ну льву эгоизм прощаешь за его святую непокобелимую пардон непоколебимую веру в собственную харизму падок налезть с помощью нее за льва можно вытащить все что угодно великодушен и не дурак сам над собой посмеяться всем остальным от насмешек надо львом стоит воздержаться если нет желания провести оставшиеся часы мучительного существования в реанимации хамоват но элегантен способен любого втоптать по уши в землю что иногда и проделывает из чистого любопытства и детского непреодолимого желания позырить барин во всем партнеру недвусмысленно дает понять насколько офигенное счастье пришло к нему в виде льва и требует к себе соответствующего обращения не против если в быту его зовут просто всевышний верный впрочем друг любит дарить дорогие ценные подарки чтобы все в очередной раз прониклись его щедростью любит пожрать поспать и поговорить из-за чего часто дружат с близнецами не выносим в больших количествах если вы дева рак или рыбы дева узнайте смешную правду наших мужчинах что можно сказать о знаке когда за меня все уже сказала сухая наука дева самый жестокий и бесчеловечный знак зодиака по данным международной статистики больше всего маньяков психопатов произрастает как раз из дев это дева способна ласково улыбаться тебе а в голове рисовать упоительную картину твоих кишок привязанных к люстре выдам вам тайну все маленькие девы в детстве планируют стать черными властелинами планеты а когда вырастают и понимают становятся просто бессердечными монстроидами отравляют существование своей педантичностью и любовью к закону и порядку а корни понятно еще из детских желаний съесть вселенную буквально каждому кому повезет жить с девой на одной территории жена дева это та тетка которая заправляет тебе кровать когда ты в три часа ночи встаешь в туалет мужчина дева самый страшный учитель математики какого вы можете себе вообразить контрол фрики конечно же во всем должен быть порядок причин своих поступков никому не объясняет виной тому опять-таки вынесенная из детства мания величия впрочем может впасть и в другую крайность не в грош себя не ставите вообще каждодневно изображать из себя жертву и агнце чем и достает окружающих до страшного весы узнайте смешную правду наших мужчинах коротко эстет 7 пятниц на неделе а туда же пикассо гогены а святое искусство а ведра мусорного за собой вынести не догадается не до того всю сознательную жизнь мечется в поисках светлого идеала поэтому времени на то чтоб научиться убирать или пришивать пуговицы не находит любит принарядиться при этом достанет всех окружающих выбирая между воон тем с перламутровыми пуговичками и вот этим шелковой отстрочкой в общем тот еще товарищ гоняется за душевным равновесием которая для весов в принципе недостижимо потому что черствая натура всегда перевешивает высокодуховные идеалы как и все нерешительные чудаки зачастую мучаются нервическими болезнями на вроде гастрита не злобен склонен подставлять плечо причем делает это исключительно из мазохистской любви к человечеству они с целью что-то заполучить выглядит обычно нежным и печальным пробуждает опасное желание приласкать и взять под крыло чего делать не стоит ни в коем случае потому как мозги весы умеют компасировать лучше всех остальных знаков вместе взятых находится в постоянном диссонансе между реальностью и желаемым потому что лох скорпион террорист когда доставать некого начинает доставать себя самого постоянно фонтанирует всякими бредовыми идеями самовлюблен до потери пульса день деньской готов пялиться в зеркало на свое отражение и сумильной лыбой констатировать что краша в мире точно нет истерик и даже не стесняется этим бравировать в жизни интересуется только собой на крайняк людьми которые им интересуются добродушен если не пытаться занять у него бабла деньги кстати любят почти так же как себя самого и умеет их зарабатывать скрытный что сил нет никаких вытащить из скорпиона инфу которую он не хочет разглашать практически так же трудно как выдать замуж 50-летнюю некрасавице двуликий постоянно мечется между высокими идеалами желанием сделать кому-нибудь падлу в желании умение прошибать лбом стену может сравниться только со вном цели зачастую выбирает такие же дурацкие но из принципа не отступается стоически переносит всю дурь которая перманентно с ним приключается потому что знает заслужил в целом производит впечатление страшный громкий грозный зверь но в душе истинный тушканчик стрелец узнайте смешную правду наших мужчинах стрелец это еще один зодиакальный чудак личное мнение стрельца обязана стать истиной в последней инстанции для всех ненароком оказавшихся неподалеку высказывает его охотно часто и даже тогда когда ему настоятельно советуют этого не делать и вообще грозят разбить за это лицо искренне недоумевает если на него за это обижаются вообще стрелец очень везучий по жизни знак что несколько компенсирует постоянное отсутствие у него бабла у стрельца несмотря на склонность к обличительным словесным поносом обычно много друзей которые его убогого подкармливают и обогревают а все потому что он ловко умеет прикинуться пускай особенно когда рот занят жратвой основной недостаток никак не может заткнуться рассказывая всем правду обо всех поэтому способен сказать лишнее за что опять-таки частенько бывает бит склонен ко всем формам наркозависимости а также к религиозному фанатизму что по сути одно и то же добрый но это сразу не поймешь козерог на первый взгляд унылый знак девиз у козерога такой как бы плохо мне не было сегодня завтра наверняка будет еще хуже маскируется под бодрячка чтоб не огребать замрачное выражение лица но все равно огребает счастье козерог постигает только одним способом работает как проклятый бездельничающий козерог это мертвый козерог если лишён возможности работать все равно будет придумывать себе кучу странных занятий потому что без дела дзена козерогу не достигнуть а козерог не достижки дзена это рак оно вам надо сначала кажется кротким и даже ручным но при первой удобной возможности впендюрит вам своими корявыми рогами с особым удовольствием проделает это если вы близнецы или лев эти знаки терпеть не может за неподобающую статусу игривость хитроумный скупой но не всегда лучше всего себя чувствует в обнимку с денежным мешком любит подшучивать не может остановиться даже то да когда ситуация накаляется но делает это так умело что сам обалдевает когда выходит сухим из воды в общем то не пакостник хотя и выглядит таковым в выборе партнеров руководствуется в основном здравым смыслом и расчетом поэтому в семейной жизни собака счастлив как никто водолей особые приметы всем но абсолютно каждый падля нравится как пресловутый червонец по части по балагуре составляет достойную конкуренцию близнецам общаться даже в незнакомой компании рвется как моряк дальнего плавания в квартал красных фонарей выглядит всегда слегка с дуба рухнувшим причем именно этим и завораживает легкий флер экстравагантности придает водолеем необъяснимое очарование которое притягивает к ним глупеньких восторженных фанатов даже если в жизни водолея все идет кое-как умудряется раздавать окружающим советы которые работают при всей видимой осязаемой пушистости и привлекательности потенциально великий преступник всегда аферист пусть только в мечтах не существует водолея без уголовщины в темном прошлом закон нарушает совершенно без угрызений совести и даже не побоюсь этого слова с наслаждением при этом отлично понимает в отличие от тех же близнецов что поступает не кошерно но игнорирует это внешне похоже на помесь безумного шляпника с мэрилин монро рыбы рыба бывают двух видов обалдевшая от собственной беспринципности и щадия ада и верные истинно добрые с непоколебимой моралью ангелы причем мерзким рыбам как правило в жизни все прощают тогда как ангелоподобные рыбки мученицы раздражают обывателей недосягаемой святостью гулять могут по страшному причем поймать рыбу на измене или заставить ее в ней признаться сложнее чем увидеть живого динозавра до последнего вы будете глядеть ей в честные полные слез глаза и верить верить бездушные представители рода человеческого никаких моральных принецепов склонны тараторить по-черному причем даже тогда когда вроде бы и незачем нагонять туману и вообще вводить людей в заблуждение но на рыб нельзя за это обижаться адские муки совести у них обычное дело причем мучаются иногда до кучи и за то чего не делали склонны идеализировать людей а потом обижаться на них за то что те оказались уродами могут ни с того ни с сего начать мстить миру вокруг абстрактные не по-детски трогательны в своих иллюзиях и даже когда оказываются предателями их все равно невольно прощаешь за глобальное неумение жить в нашем материальном мире друзья независимо от того верите ли вы в гороскопы или нет они существуют веками многие поколения смотрели на звезды и движения планет чтобы улучшить различные аспекты своей жизни вы много можете узнать из своего гороскопа сформировать вашу точку зрения улучшить свою жизнь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях мы вас любим до новых встреч благодарим за просмотр